Это программа в центре внимания. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях конкурсно-управляющий фирмы России Вадим Веселков. Здравствуйте, Вадим Васильевич! Здравствуйте! 3 августа должны были состояться торги по продаже четырёх недостроенных домов фирмы России. По какой причине они не состоялись? Торги не состоялись по причине того, что Федеральная регистрационная служба уведомила нас о том, что наша доля ООО «Россия» в этих объектах аннулирована, уменьшилась. И в связи с этим мы сняли с торгов эти объекты. В настоящее время доля России уточняется. Документы направлены оценщику. Как только оценщик выдаст заключение, то пройдёт... Состоятся новые торги? Состоятся новые торги, да. Почему ваша доля уменьшилась? Из-за чего? Потому что несколько человек, участников долевого строительства, направили свои заявления в Росреестр и зарегистрировали долю в доле. Поэтому доля наша уменьшилась. Соответственно, в случае проведения торгов, если бы был победитель торгов, то Росреестр не произвёл бы переход права. К нам обратились телезрители, говорят, что срыв торгов был обусловлен действиями помощника конкурсного управляющего, которое незаконно погасило в юстиции записи об этих дольщиках. Это правда? Ну, формально помощник не имеет права погашать. То есть это полномочия Федеральной регистрационной службы. Поэтому, как оно... То есть, в принципе, такого быть не может? Быть не может, да. То есть арбитражный управляющий не вправе брать и принимать решение о количестве доли. Ну, вот на сегодняшний день какие объекты фирмы «Россия» уже проданы? Ну, самый крупный – это торговый центр «Острова». Деньги получены полностью, 425 миллионов. Затем в том году ещё продали спортивную базу «Маховая пать». Ну, вот такие из наиболее крупных объектов. Состоялись торги и буквально в пятницу подписали договор. Один из земельных участков, 8-й, приобрела компания «Хуан-Си». Сумма составляет 130 миллионов. Ну, деньги ещё пока не получены. Ожидается, что до 3-ти августа деньги должны поступить. Это Чигиринские поля? Да, Чигиринские поля. Но торги ещё продолжаются по этим участкам? Торги продолжаются, да, ежедневно. И стоимость их падает? Стоимость падает. Сегодня уже стоимость ориентировочно упала, наверное, на 55% от начальной стоимости. Что-то ещё предстоит нам продать? Чигиринские поля – это последнее что? Нет, у нас ещё есть земельные участки, которые необходимо провести регистрационные действия, получить право собственности, оценку, выставить на продажу. Ну, и есть ещё объекты недвижимости, которые тоже подлежат регистрации после вступления решений в силу решений судов. Ну, и в суде я когда отчитывался, то, ещё раз повторюсь, есть порядка 20 объектов недвижимости, которые были реализованы в преддверии банкротства. И у нас есть основания для того, чтобы обратиться в суды о признании таких сделок недействительными, потому что просматривается, что есть судебная перспектива о том, чтобы признать эти сделки недействительными. Сколько денег за счёт этого можно будет получить дополнительно? Ну, пока невозможно сказать, потому что это оценщик оценивает, а потом рынок определяет стоимость. Но, тем не менее, выплаты уже начали производить. Долгожданные деньги уже вексельодержатели получили. Сколько денег уже выплачено и кто получил? Вот эти 425 миллионов, которые поступили последние, они, в общем-то, уже все списаны с расчётного счёта. И основная масса это начали выплачивать уже по четвёртой очереди, по текущим обязательствам. Это вексельодержатели, которые подпадают под категорию текущих обязательств. А кто вошёл в первую, вторую, третью очередь? Сколько средств было потрачено на эти цели? Ну, первая, вторая, третья очередь не такая большая, потому что первая – это расходы конкурсного управляющего, вторая очередь – это выходные пособия, которые вот осталось выплатить порядка 7 миллионов. Осталась небольшая сумма. Это сотрудникам фирмы «Россия»? Да, это бывшим сотрудникам выходные пособия, которые были уволены в прошлом году. А почему ещё не выплатили? То есть деньги же были? Нет. Деньги вот сейчас, суммы выплачивались по мере поступления, но основная масса – это, конечно, вот с продажи торгового центра. Не выплачено, потому что люди не совсем активно, может быть, там кто-то в отпусках, кто-то… То есть люди, в принципе, не активно идут за деньгами сами? Да. Основную массу уже выплатили, но ещё осталась сумма небольшая, которая… Ну вот сейчас векселедержатели. Наверняка идут люди много, массово, да? Сколько векселедержателям уже выплачено? Векселедержателям выплачено порядка 330 миллионов, наверное. Это чисто векселедержателям. Но люди до сих пор несут оригиналы? Вот помним, была проблема с оригиналами векселей. Вы объявляли, для того, чтобы получить деньги, нужно было принести оригинал. Люди все принесли или как бы до сих пор несут? До сих пор несут. И сегодня вот несколько человек приходили, приносили оригиналы. То есть люди услышали о том, что начались выплаты и более активно понесли? Да. Да. Но вот на сегодняшний день получили люди, векселедержатели, на какой день, когда они подавали документы? Когда они приносили оригинал? Ну вот сегодня получается, что удовлетворение закончилось требованием по 17 число. То есть где-то вот половину 17 января 2011 года, те, которые сдали свои требования о выплате, удовлетворили, потом деньги закончились. И вот сейчас ждем, когда деньги поступят от очередной продажи. Ну вот, скорее всего, первое это будет с продажи этого восьмого лота 130 миллионов. И начнем дальше погашать требования. Ну вот за это время, за время торгов, стоимость имущества фирмы «Россия» сократилась практически в два раза, снизилась. От этого зависит, сколько людей смогут получить выплаты. Их тоже были в два раза меньше. От этого, конечно, зависит. Я вот раньше тоже говорил, что в принципе ситуация такая, что рынок определяет стоимость. Поэтому говорить о том, что это стоит там миллиард, оценщик тоже оценил. А рынок определяет, что это стоит не миллиард, а значительно меньше. И, конечно, основная масса имущества, по нашим расчетам, мы реализуем примерно к середине сентября. И к этому времени станет понятно, наиболее точно о том, в каком размере мы сможем погасить общие требования кредиторов, заявленные в процедуре банкротства. Но уже сейчас понятно, что эта сумма будет гораздо меньше, чем планировалось. Да, к сожалению. Ну вот вообще, когда вы планируете завершить дело над Россией? Спрашиваю вас в конце каждой программы, в конце каждой нашей встречи. На январь назначен 2013 года отчет в суде. Я думаю, что не закончится процедура в январе, потому что есть сейчас дело, которое мы будем обжаловать. И пока решение не вступит в силу, мы не сможем прекратить процедуру банкротства. Поэтому я думаю, что где-то до конца весны следующего года. То есть еще год будет длиться дело фирмы «Россия». Фактически, да. И в течение года люди будут получать деньги? Да. Ну, к концу года, через год ровно станет известно, кто и сколько мог получить, и за сколько можно было продать имущество фирмы «Россия» в целом. За сколько продали. За сколько продали, да. За сколько можно сейчас. За сколько можно, да. Ну, я надеюсь, все будет удачно. Спасибо вам за беседу, Вадим Васильевич. Это была программа «В центре внимания». Спасибо за эфир и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова